Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас очередные фикс-фикс-фикс прайсики-покупочки! Ура-ура-ура! Я просто какая-то сумасшедшая стала. Я вышла за много дней из дома, уже прохладно на улице. Ну и куда вы думаете, я зашла первым делом? Конечно, фикс-фикс, и всё беру, всё нужно, и даже новые вещи там были. Так что сейчас я с вами поделюсь им. Первое, что я купила, это вот такая штука железная. На самом деле, оказалось, давно уже собираюсь купить, всё никак не могу купить, ну, для того, чтобы обувь одевать было удобно. Вообще, я не люблю железные штуки. Я люблю пластмассовые, чтобы было всё лёгкое. Я, ну, конечно, была с мамой, мама говорит, бери, эта штука вечная. Мне вот эта вот вечная, я могу каждый месяц покупать что-нибудь прикольное, но не вечное. Ну, пластмассовые, правда, они ломаются, я согласна. Ну, короче, кто любит вечное, в фикс-прайсе продаются вечные, как они называются, лопатки для обуви. Вот. Также я купила себе альбомчик. Ну, наверное, вы, наверное, ну, наверное, 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 вы видели такие альбомы. Я просто никогда не замечала, и самое интересное, потому что они мне не были, не нужны, у меня фотографий особо нет. Но так как я собираюсь скоро для вас снять видео с моими фотографиями из детства, я не разобран, ну, как бы, я у мамы взяла какие-то из детства, потом у меня были какие-то, и мама все время ходит и говорит, что фотографии валяются, говорю, мам, я скоро буду видео снимать, но все время не доходят руки. Я решила взять вот такой вот розовенький, очень приятненький, ну, классический, я не буду даже его раскрывать, потому что вы знаете, просто сложу туда фотографии, и скоро вы увидите видео с фотографиями. Ну, розовый, это понятно, что розовый, да, он и на полочке будет гармонично смотреться у меня. Дальше я купила вешалки, вы уже знаете, я вот про эти вешалки много говорила, но так как я меняю сейчас, да, не гардероб, а меняю, чтобы все вешалки были вот такие, я когда только их встречаю в фикс-прайсе, я их сразу покупаю. Они никакие не прорезиненные, ничего, они просто тоненькие, плюс сюда можно вешать что-то, да, то есть не падает ничего. И за счет того, что они тоненькие, мне нравится еще их цвет, они такие железненькие, здесь они не гнутся, то есть, ну, нормально все, да, они занимают меньше места, вещи в шкафу. И у меня есть такие толстые классические, знаете, языки, и мне они не очень нравятся, и поэтому перехожу на эти вешалки, и так или иначе все время их покупаю, все время почему-то их не хватает, не пойму. Вроде не покупаю вещи. Дальше я купила себе вот такую новую вонючку. Я ее, конечно же, уже понюхала, вытащила. Помните, я показывала вам вонючку, которую я покупала, там, колесико, короче. Не колесико, а велосипедик такой, тоже в машину. Нифига он не пахнет, да, прикольно, его там вешаешь на воздух, вот этот поток воздуха идет, колесики крутятся, короче, там такой велосипедик, все, погнали, да, ну, нифига он не пахнет. А вот эта штучка, посмотрите, а главное же она розовенькая. Там были еще, там были зелененькие, там были голубенькие, по-моему, с морским, с яблоком. Короче, я взяла клубничку, она вот так открывается, здесь защелка у нас, какая-то там мыльная водичка, потому что я смотрю, когда открывала, пена прям какая-то. Реально пахнет сладенько-сладенько водичкой. И прям уже даже не буду закрывать. Видимо, за счет того, что если вот так закрутить, оно должно пахнуть. В общем, проверим. Во всяком случае, запах есть, выглядит красиво. В машине будет идеально в моей. Также купила я себе там салфетки, салфетки классные, всегда все берите для детей, потому что для детей у нас все самое лучшее. Здесь от нуля 120 штук гипоаллергенные, естественный PH кожи, короче, без спирта можно делать все с витамином Е, даже с экстрактом алоэ. Фикс прайс 120 штук влажных салфеток. Всегда в доме пригодятся. Также прошла, еще купила пару лаков. Вообще, вот такой синий я люблю, мне кажется, это тренд, 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 тренд. И черный. Ну, черный никогда не помешает, знаете, нам что-нибудь закрасить черненькое. Или вообще, например, 100 слоев лака я все стараюсь, пытаюсь снять. И вот я буду все, может быть, использовать цвета. И синий, и этот у меня оранжевый, розовый. Все вместе, мне кажется, может ярко получится, красиво. Ну, я, кстати, лаки еще не пробовала, насколько они красят. Могу даже попробовать. По-бырому. Вау, тут удобная кисточка, сразу говорю. Я обожаю эти кисточки, они плоские. Посмотрите, я сейчас даже уберу все. Видите? Узенькая, широкая. Благодаря такой кисточке мы можем наносить всего тремя вообще мазками на наш ноготь. Красивый лак. Так, ну цвет я сразу скажу, не с первого раза такой. Не супер насыщенный. То есть он такой еле голубенький. У меня особо маникюра нет сейчас. Мне как раз, да, под этот образ классно будет. Вообще старый слой. Ну, кисточка мне порадовала, потому что я до этого покупала только в одной марке, не помню в какой. Ну, отлично вообще. Два слоя и будет цвет то, что нужно. Я считаю, что это... Отличные лаки. Фикс прайс, отличные лаки, берите. Накрашу синеньким будет. Дальше, что я взяла? Взяли вот такие вот мы штуки. У меня круглые стулья, три стульчика. У меня все в кухне, я уже говорила вам, голубенькая-беленькая, такое бежевенькая, да? Я взяла два стульчика туда. И один у нас в комнате, мы уже его одели в стиле шибишик. Шибишик, сейчас покажу. Вот такие стулья из Икеи, может быть, вы видели, самые дешевые, самые простые. И вот такую вот одну розовенькую купила. Они очень классно сюда прям, знаете, засунулись. И прям крепко. До этого у меня были такие, просто, знаете, она такая круглая, а сзади на липучках раз и раз, на тоненьких. Постоянно съезжает, постоянно падает. И вообще они однотонные, и стоят они дороже. Даже в Икеи, по-моему, не помню сколько. А эти классные. Тут вот такая вот резиночка. С другой стороны. Ну, они не супер мягкие здесь такие, да? Но все равно, уже это дизайн какой-то, да? И все не голый стул. И даже вот она залезет на квадратный, потому что, в принципе, у нее и пошив квадратный. Видите? Уголки. То есть универсальная. Она и на круглый идет, и на квадратный. И вот такие расцветочки. Были там в розовом стиле, который я вам сейчас показала. И вот в таком голубом. Голубом. Два стиля. Дальше, дальше, конечно же. Как же нам не обойтись без дизайна? Вы видели мои подушечки, да? Я их теперь ставлю везде. Как бы они мне нравятся. Супер-пупер. Ну, я думаю, что надо менять, да? И скоро у нас как бы... Нет, давайте начнем с того, что я купила розовый. Я не смогла мимо пройти. Я купила две вот такие розовые. В стиле гейши. Какая-то тут китайская надпись. И так далее. Ну, в общем, мне нравится. Нам, я думаю, розовый сюда подойдет, да? Пишется. Неплохо. Две такие наволочки. Ну, для того, чтобы... Для разнообразия, да? Чего мы будем одно и то же? Мы должны разнообразить нашу жизнь. Она и так коротка. Дальше я купила две вот такие наволочки. Смотрите, какие они тоже прикольные. Мне очень нравятся. Конечно, это, ну, галимая синтетика. Я не спорю. В них не спать, ничего. Но для красоты менять за 50 рублей одна очень круто. Это как раз-таки, помните, у меня черный плед такой есть. Черный с белым. Вот кто смотрит меня давно уже, то видели. Это подушечки к нему будут такие. Хочу, чтобы вообще глаз ваш просто радовался картинке. Ну, и, конечно, мы готовимся к осени. И я не смогла пройти мимо вот таких вот наволочек. Которые как раз-таки будут, когда я скоро-скоро сменю лето. Потому что уже на улице холодно я сегодня выходила. Так что осень приближается. Ну, и последнее, что я купила в фикс-прассе, это вот такие вот коробочки. Их раньше не было. Подарочные коробочки. Может, кто-то их уже видел. Но в фикс-прассе, в котором я сегодня была, их не было до этого. И какая прелесть. Смотрите. Что вы думаете внутри? Та-да-да-дам. Она красная в гормозик. Это же так мило. Блин, девчонки, если бы мне такое подарили, что... Мне пофиг вообще, что дарить в этой коробке. Хоть какашку. Шучу. Ну, блин, как я оботнула ее от какашки. Я шучу. В общем, ну, правда классная, да? Ну, понятно, что я взяла вот такие цвета. Я взяла все цвета, на самом деле. Были цвета вот такие голубенькие, да? Кстати, я не знаю, какие там. Хотите, я вам покажу внутри. Наверняка все разненькое. Нет, тоже красненькое. Все равно клево. А здесь тоже красненькое. Вот такая, смотрите, зелененькая. С другой стороны горошек. Сюрприз. Тоже красненькое. Не могли бы здесь вот немножко поиграть со цветами, да? А вот такая. Наверное, тоже красная, да? Сейчас посмотрим. Сейчас я посмотрю. Аааа, тоже красная. Короче, везде красная, но не суть. Она тоже классная, красная-классная. В общем, вот такие разные расцветочки. И мне кажется, что любой девушке, даже парню, вот, например, да, в такой, будет приятно получить какой-то подарок. А так как я люблю делать подарки, ну, то мои подруги и друзья, в общем, родственники все получат. Ну, и вообще, даже классно вот так вот смотрится. Оно будет очень круто смотреться даже в интерьере. Что угодно тоже туда можно положить. В общем, коробочки эти, на самом деле, очень дешевые. Потому что в торговых центрах, девчонки, если вы будете там гулять, пройдите, спросите, сколько стоит такая коробочка. 50 рублей не засмеют. Потому что нет таких цен. Это реально очень круто. Я беру в пробку. Я вижу. Кстати, лак еще и неплохо сохнет. Вот он у меня уже почти подсох. И вот я сейчас разговариваю. И он не сдирается. Но вообще ему надо еще подсохнуть. А то начнете потом что-нибудь делать руками вообще. Такое конкретное. Конкретное не надо. И еще, что я хотела сказать. Сегодня были у меня покупки не с фикс-пресса. Но я хотела, чтобы вы знали, что я купила себе, наконец-таки, маркеры. Специальные для доски. Они так и написаны. Whiteboard marker. Черные и синие. Вот. И купила я вот такую вот стиралочку тоже. Так что теперь все будет намного быстрее и проще. Я буду писать, стирать, писать, стирать. Потому что до этого я писала перманентным маркером черным. Который не стирается. Он стирается только влажной салфеткой. Который все размазывает. Короче, здесь такая грязь. И руки у меня черные. Я тоже их показывала. В общем, не суть. И еще, девчонки, что хотела сказать. Хотела поделиться. Вкусняшка. Уже не знала, в какое видео, на самом деле, ее вперед. Но мы были когда с мамой в Икеа. Блин, мы зашли. Я никогда не покупала там еду. Там шведская продукция. Мы взяли, в общем, там варенье. Джейм. Очень прикольно. Мне понравился. Но самое, что мне очень сильно понравилось. Это вот такая вот вкусняшка. Кто-то звонит мне. Какие вот доставучие вообще. Вот они звонят просто. И вот им не надо. Ну, это в рамках телефона и тра-ля-ля. Короче, вот такие вот вкусняшки. Кто не пробовал такие шоколадки, я вас прошу, попробуйте. Они такие вкусные. Выглядят они вот так. Они три штучки в пачке. Честно, я не помню, сколько они стоят. Блин, честно, не помню. Может, 200-300 рублей. Я не знаю. Короче, они тоненькие. Я вот держу, не ем ее, я же хочу показать вам. А-а-а-а, чешутся-то руки взять ее. Короче, она внутри вот такая тоненькая. Вот, и когда ее ешь, она вот так ломается. И внутри карамель. Но она не мягкая. Она хрустящая. Это очень вкусно. Ты пробовала? Можно я съем все? У меня мама такая добрая. Короче, это очень вкусно. В общем, ладно. Купите, не пожалеете. Попробуйте. Не знаю, кто сладкоежки любит сладкое. В общем, на этом все. Все покупочки закончились. Кому понравилось, ставьте лайк. Задавайте вопросы в комментариях. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ну, если что, это не наволочки. Это чехлы.